добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торги на этой неделе мы читаем две недельные главы называются они вайфгель и пкудей и очень интересно что углевая гель всего одна заповедь что нельзя казнить человека в субботу эту заповедь наши мудрецы вывели из-за того что запрещено разжигать огонь в субботу но в других местах которые есть об этом тоже заповеди и считают что в этой главе она особо означает что казнить человека в субботу нельзя и казалось ну казнить нельзя а суд может принять решение что можно его казнить тоже так делать пишется нельзя потому что если суд примет такое решение в субботу и тогда казнить его будет после субботы тот человек который будет приговорен будет страдать лишние часы а тора это запрещает дело мучить суд не может вынеси приговор когда положено из привести в исполнение исполняют и все лишних страданий суд не имеет права допускать поэтому судебное решение в субботу не принимается и говорится так допустим если мы понимаем что зажигать огонь нельзя а в то есть одна казнь что человека убивает путем сожжения за особые какие-то преступления зверские убивает путем сожжения это значит что человека связывают и ложку круто металла раскаленного там листинца или олова вливает глотку он умирает быстро мгновенно то есть такая страшная казнь но тогда нужно развести огонь а в субботу это четко запрещено но наши мудрецы говорят а как же быть с другими видами казни которые не связаны казалось бы с огнем у нас их 4 то они выводят из этого что любая казнь запрещена в субботу любую казнь которую приговорит которая приговорит суд выполнить нельзя поэтому некие суды в субботу не работают в данном случае нет такой суд не работает это я нашел книги Севергохенух это левит из Барселоны написал мы даже его имя не знаем но книга великая она у нас сохранилась что у нас еще очень важно это за две главы у нас одна заповедь у нас есть использование разных металлов допустим мы можем посмотреть на использование меди куда у нас пошла медь медь у нас идет первое написано на потолок из козьей шерсти написано что сделать огромное полотнище взять 11 полос размером 30 локтей на 4 локтя и соединить таких 11 полос 5 полос отдельно и 6 полос отдельно их нашить и у нас получится два больших полотнища а соединить эти два больших полотнища нужно медными крючками если мы знаем что потолок соединен золотыми крючками там было 10 полотнищ 2 по 5 а здесь 5 и 6 и медными крючками вот первая медь куда у нас пошла описание торы после этого куда у нас идет медь на входе в храм степет столбов на них висит полок при входе шатер мы знаем что он сделал из голубой шерсти багреница червеница и льна скрученных вместе почему-то полок при входе во двор казалось бы то же самое но он сделал первое слово средь лен потом голубая шерсть багреница червеница но первое лен и так же на завесе отделяющая среда тилища состоит первым лен и на потолке который в такой же смеси и с такой же смеси лена тоже стоит первым лен тут почему-то отделяет отделяет тора этот полок при входе в шатер особо по-другому потом медь у нас идет на умывальник который стоит в мир шатером откровения жертвником по одному из мнений что это медь в общее количество меди указанная у нас торе не учитывается потому что она была особо сделана из зеркал женщин которые скопились там и они знали свои лучшие зелья зеркала полированные медные вот в общее количество меди которые мы знаем у нас ушло 70 кикар и 2400 шекерей эти зеркала не входят это отдельно есть такое мнение после этого мы смотрим что у нас стоит в храмовом дворе медный жертвник можно представить на солнце блесит медь это красота неимоверная вот он там достаточно много меди пошло он размером два с половиной метра длиной два с половиной метра шириной квадрат такой и он весь из меди сделан вернее в медью оббит деревянный жертвник и решетка медная сетка там с кольцами идет тоже в общем это много идет меди идет и еще шестые деревянные оббитые медью тоже у нас на нее пошло много меди теперь дальше идем куда еще пошла меди у нас вокруг двора стоит забор в этом заборе идет 60 столбов у каждого столба из подножия вот 60 подножий из меди тоже стоит на входе не на входе а вокруг храмового двора можем себе только представить значит сам столб он обвитый серебряными нитками и заново свистит чисто белый такой льняной на нем в виде какой-то сетки я не знаю как там смотрится красиво и на солнце переливается серебро входит в эту медь блестящую это конечно неимоверная красота вот сюда пошло много меди и еще написано что все было соединено землей видно вбивались колья пишется медные и натягивались все эти балки вот эти все как они ли столбы на растяжку видно держались с помощью этих кольев растягивали их вот так вот и держались получается если взять допустим по 4 колышка на каждый столб то если мы возьмем 60 столбов по 4 вот уже 240 колышков пошло а еще колья были вокруг самого шатра это мы за двор говорим там тоже все эти полотнища у нас 4 потолка все нужно было веревками натянуть и крепить к этим медным кольям это тоже огромное количество меди и интересно что мудрецы говорят что медь раньше ценилась больше чем серебро такое тоже есть мнение есть мнение что это бронза есть мнение что это латунь даже есть такой комментарий в живой торе насчет меди вот так сколько весит одно подножие из меди трудно сказать по-моему там не указан вес его потому что если допустим взять что было по кекару на каждое подножие то на другое ничего не останется то есть может быть но может надо еще хорошо это посмотреть может где-то еще найдем сколько весили вот эти медные подножия вот так вот будем искать на сегодня наш урок заканчивается рог дан за поднятие души Мойша бендолит Берта Бат Исраэль памяти Яков бен Ахум Льер бен Григорий Павел бен Эфим за здоровье Шолин Йона Бен Сара Светлана Бат Клара Шмон Бен Рыскак Борис Бен Мария Анна Бат Ривка Полина Перм Бат Соня Сура Лена Бат Клара Женя Бат Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Эстер Двойра Бат Миря Моисей Бен Ева Ирина Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Вин Берт Евгений Бат Ита Елена Бат Инесса Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Малка Руд Бат Соня Юрия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Афи Бат Года Марк Бен Нина Йосиф Бен Фрума Леор Бен Клара Рафаэль Бен Клара Ханна Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Майя Бат Фаина Клара Бат Броня Ольга Алексей Бен Ольга Гая Бат Сари Мазван Барса Сгула Ирина Батури Аронари Бен Ури За хороший дух Аронари Бен Двора Низ Бен Ахум Адыгаль Бат Сара Ханна Бат Аврагам Рафаэль Эвен Лэй Бен Лариса Парса Эбрюн Кларир Бен Рая Марина Бат Рая Анна Бат Александра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко И всем тем Кому мы здесь не упоминали Может я забыл Всем браха Параса Кавана Мазал то Что мы этого дерева не грешили Учили Тору Всем всего самого наилучшего Желаю всем крепчайшего здоровья И пусть закончится эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь нас состоится завтра в 15 часов Шалом